Сегодня мы с вами поговорим немножко про Брейш и Траба, про Медраж к нашей главе Толь Дот. И урок посвящается для спасения узников и для безопасности нас в этой земле и излечения больных. Как обычно, я здесь выбираю только отдельные отрывки из Медраж и Траба, потому что всю главу Брейш и Траба только лишь переводить нужно было несколько уроков, а тем более, если еще и разные другие Медражи взять, там Хума, например. Поэтому я выбрал для вас несколько разных отрывков. Значит, вначале при рождении Сава и Якова, как известно, говорится, что они были Томим, родились у ривки близнецы, Томим. Так вот здесь написано Томим очень необычным образом. Есть еще двойня, которые родились, это двойня, которая родилась у Тамар, помните, у Игоды и Тамар, родились перед Сезерах. Так там написано Томим с Алэфом и с Юдом, а здесь только короткий вариант слова близнецы. Так Хазар здесь Даршин, Раша это все приводит. Раша, я уже говорил, очень много цитирует Брейш и Траба, в отличие от Брейш и Мотраба, который, видимо, поздно был собран. А вот Брейш и Траба, это старый очень Медраж, и Раша его все время цитирует. Так вот, Раша объясняет, что так как у ривки родилось два сына, один из которых только был праведным, поэтому используется более короткий вариант слова Томим, близнецы. А вот в случае Тамар, оба ее сына были праведными, они были разными, у них были разные аспекты, есть каббалистические идеи, связанные с вот этими Перец и Зерах, да, они как Солнце и Луна говорят. Вот, но из обоих произошли великие люди, из, конечно, Переца произойдет и царь Машиах, а Зераха тоже большие люди происходили в том числе, поэтому так они оба были праведные, то поэтому используется полное написание слова. Это общий принцип, кстати, Хазаль, что когда слово написано более коротким образом, то какой-то есть в этом хиссарон, какой-то недостаток по отношению, если это человек, например, по отношению к людям, которые упомянуты, что когда пишется короткой формой слово, пропущены какие-то, ну, согласные, которые на месте гласных. У нас же в святом языке нет гласных как таковых, это часть устного закона, но некоторые согласные намекают на гласные. Так вот здесь Томим написано без Алэфа и без Юда, чтобы намекнуть, что только один из них будет праведным. Вот дальше очень интересный мидраж насчет того, что я, кстати, как раз недавно, когда переводил уроки по книге Шмуэля, у нас есть теперь новая серия уроков, где я не просто перевожу книгу Шмуэля, не всю, а только делаю модельные уроки по предложению Раби Хайма Дова Рабиновича, автора книги Датсофри, у него есть комментарии к Танаху, а есть модельные уроки. И вот там примеры, как можно дискуссию построить учителя с учениками. В том числе, когда он доходит до Давида, впервые встречаемся с Давидом, он приводит как раз этот мидраж. Сейчас мы его прочтем с вами вместе. Что говорится, что Исаф родился красным, рыжим, видимо, может быть, и кожа тоже была красноватая, он был очень волосатый и красный вдобавок. Слово красный на иврите и рыжий, это, видимо, одно и то же слово, да, цветов на святом языке использует Тора мало слов для цветов разных, и поэтому часто одно и то же слово используют для разных похожих цветов. Кстати, во время Хазаль, они когда отличали цвета, например, зеленый и желтый, они дали ерок, как там, допустим, что-то желтое, или ерок, как, допустим, зеленая трава, чтобы отличить, потому что ерок может значить и желтый, и зеленый. Вот, так здесь красный, видимо, включает рыжий и, возможно, другие оттенки. Так вот, Рабиаба Баркагана считает, что это как бы намек, что он будет проливать кровь. Заметьте, что даже если сказать, что человек предрасположен, может быть, к какому-то поведению, то есть, например, человек предрасположен, что он будет проливать кровь, будь то потому, что у него какой-то определенный вид, будь то потому, что он родился в определенное время, некоторые сказали, считали, что по определенным временам, в которые человек рождается, там, связанные с определенными планетами, например, при Марсе, тот, кто родился в час Марса, то будет проливать кровь. Все эти вещи, в любом случае, они не значат, что у человека нет свободы выбора. Разумеется, однозначно все наши мудрецы верили, что у человека всегда есть свобода выбора. Более того, проливать кровь можно по-разному. В конце концов, и хирург проливает все время кровь, режет человека, чтобы вылечить его. Могель, да, обрезаем резник, тот, кто обрезает детей, он тоже проливает кровь. Шохет, да, тот, кто режет животных, он проливает кровь в животных. Есть много разных людей, которые проливают кровь, делая митцву или, в любом случае, не делают ничего плохого. Поэтому, если даже у человека есть определенное предосположение, ну, допустим, вот я, например, наверное, просто упаду в обморок, если мне придется делать операцию. Я бы никогда не стал хирургом. Я, кстати, был однажды Бритмилой, я никогда не смотрю, как они это делают, я боюсь этого. Но я видел, как человек там был поближе, и он смотрел, как обрезают ребенка, и просто упал. Прямо упал в обморок, на виду всех, не преувеличение. Есть люди, которые боятся крови. Есть люди, которые так, как Всевышний сделал, что они крови не будут бояться. Но как они будут из-за этого поступать? Станут ли они убийцами и бандитами? Или станут они могэлями и шохотами? Да, это уже их выбор. Так или иначе, у Исаава была предрасположенность, но и свобода выбора у него была. Так вот, дальше рассказывается, что когда Шмуэль увидел Давида, он тоже был рыжий. И, видимо, и вид у него был такой немножко, я бы не сказал, диковатый, но как бы пугающий немножко. Что он выглядел как человек, который может быть очень жестоким. И Шмуэль очень испугался. И, говорит, Шмуэль не хотел его помазывать. Что он будет, что проливать будет кровь, как Исаав. А Всевышний ему сказал, что смотри, у него же красивые глаза. Да, у него, если ему придется быть жестоким с врагами евреев, это иногда требуется, другого выхода иногда нет. Слишком мягким, наоборот, быть приводит к тому, что еще больше жертв. Приведем пример из недавней истории. Скажем, представьте себе, что союзники бы во время конца Второй мировой войны пожалели бы столько все-таки невинных жертв было. Было 2 миллиона немцев убитых, в том числе огромное количество детей и женщин. Они бы решили, а, не стоит на самом деле доводить выбор до конца. Давайте лучше оставим уже Германию, как есть. Мы и так уже основную порчу, которую принесла Германия, мы исправили, мы освободили те земли, которые были извоеваны нацистами. А остальное, ну, пусть Германия уже живет, как живет, хотя бы сохраним жизнь этим 2 миллионам людей. Какое моральное право мы имеем право убивать всех этих людей, бомбить там Дрезден и другие места. Вроде логично. Но что бы, наверное, произошло, как только Германия бы оправилась, то очень возможно, если нацизм не был полностью уничтожен, то, возможно, они бы начали бы еще одну войну, еще больше было бы жертв. Но не только что вошли в Германию, американцы еще очень долго перевоспитывали. Знаете, вот Западная Германия, там долгое время были американские войска и следили за тем, чтобы именно учили всех детей, взрослых, учили, перевоспитывали, объясняли. Только так, чтобы изменить психологию людей. Сегодня Германия довольно успешная страна. Она смогла подняться и имела успех. И было, получается, что спасена Германия сама тоже от нацизма. Не только весь мир был спасен от нацизма. Германия была спасена от нацизма. Я считаю, что то же самое произойдет в Газии, если нам повезет и удастся после войны найти какой-то вариант. Например, говорят все люди, которые в Израиле спрашивают у солдат, у обычных евреев. Ни один из них не говорит, мы хотим отомстить. Речь не идет ни о мести. Это любят очень New York Times говорить. Retiliation они называют это. Это не retaliation. Это вопрос уничтожения Хамаса и освобождения мира от нацизма, от ИГИЛа, от Хамаса, от людей, у которых такая идеология деструктивная, которая плоха не только для евреев и не только для израильских арабов, которых они тоже убивали. А, да, они убивали не только евреев в Израиле. Убивали всех в Израиле, до кого дотянулись руки. Дотянулись руки. Был араб, который описывает, как они убили его жену, потом на его глазах других двух арабов израильских. Мусульман убивали. Но дело даже не в этом, а в том, что и жители Газы, они могут этого сейчас не понимать, так же, как немцы не сразу поняли, от чего освободила их американская армия. Но если их по-другому обучать будут, то через какое-то время вырастет новое поколение, которое сможет жить в мире с Израилем. Там у них очень хорошее место, у них там можно строить отели, в этом месте можно сделать Сингапур. Но для этого нужно забыть об идее уничтожать Израиль, а научиться жить в мире рука об руку. Только так. Ну вот надежда, что смогут перевоспитать. Я не знаю, насколько это вероятно, но, по крайней мере, так, как сейчас, невозможно продолжать. Это не вопрос retaliation, да, мести. Это не месть, а это уничтожение того, что если сейчас не уничтожить, они будут еще и еще... Они сами это говорят, собственно. Они совершенно не скрывают. Не скажут, что это был только первый раз, мы будем продолжать, и еще и еще в следующий раз, не может быть, 10 тысяч евреев убьют. И не только евреев, а вообще израильтян и других людей, которые окажутся доступной им возможность. Если они не уничтожат, тогда и 100 будет, потом тысяч. Понимаете? Это вопрос только времени, когда они еще и еще более сильными будут становиться, еще более современно оружие будут получать. Поэтому здесь у Израиля это вопрос просто выживания. Либо они сейчас их уничтожат в корне. Даже если будут мирные жертвы, тут другого года нет. Конечно, сам Хамас, их пропаганда преувеличивает количество мирных жертв как минимум в 10 раз. Тем более, что мирными они считают часто людей, которые в этот момент, допустим, 18-летний юноша с автоматом, они его называют ребенком. Или в этот момент он может быть не в форме, они многие не в форме воюют, они его называют мирным жителем. Как докажут, что он не мирный житель? Да вот автомат у него в руках. Но для Хамаса это мирный житель. Настоящих мирных жителей Газа они как раз пользуются как щиты, и это доказано и передоказано по многу раз. Израиль за одну больницу, за другой берет очень осторожно, чтобы как можно меньше было мирных жертв, а Хамас там прячется за обычными людьми и использует их, и у них еще и крадет все, что Израиль предоставляет для спасения жизни, они при этом крадут. Они своих людей не считают ни во что, что говорить про израильтян. Поэтому такая идеология, они хуже нацистов, их нужно уничтожить, чтобы это не стоило. Недавно все американцы взяли город в Ираке, Масуль, и он, не только американцы, в общем он стоил это жизни примерно 10 тысяч гражданских лиц. От 9 до 11, ну я взял в среднем, 610 тысяч. 10 тысяч. Вот. Это один всего город Масуль, и он гораздо проще его было взять, чем Газу, которые там, туннели вообще невероятные. Они все это время воровали деньги, которые им дает мировая общественность, для того, что они построили там Сингапур. Они вместо этого строили дорогущие туннели, подземные города в невероятных длин. Поэтому у Израиля очень сложная задача, но они должны это сделать ради не только себя, а вообще ради всех, включая жителей Газы. А потом нужно перевоспитывать этих людей, может быть они научатся жить в мире. На это вся надежда. Другого выхода у Израиля просто нет. В общем, так или иначе, Шумуэль увидел, что Шауль, что Давид предрасположен к пролитию крови, но иногда это требуется, и для царя израильского, это потребовалось в какие-то времена против врага. У Евреев всегда была эта проблема, что мы были слишком мягкие всегда, слишком гуманные. Хотя мировая общественность часто нас хочет показать какими-то извергами, которые убивают женщин и детей. Часть, кстати, картинок Хамаса нашли и доказали, что это вообще другие картинки, взятые из Сирии, еще откуда-то. Но часть не о сомнении, что будут смерти у детей. А что делать? Предложить какой-то другой вариант, как можно уничтожить Хамас, не уничтожая ни одного ребенка, ни одну женщину. Израиль делает все, он спасает часто. Вот недавно как раз тысячу заложников Хамаса освободили, которых держали. Мусульмане, между местных арабов Газы, которых Хамас держал и использовал как живой щит, а Израиль их освободил. Израиль делает все, что можно, но вся, любой, любая женщина, любой ребенок, который умер в этой войне, это все вина Хамаса. Это не вина Израиля ни в какой степени. Но, к сожалению, не все это понимают в мире и используют против Израиля пропаганду полного вранья. Израиль там подсчитывает вот эту бомбу, которая попала, осколок бомбы, которая попала во двор у больницы, считает, что это Израиль, хотя Израиль доказал, что это не они, но они всех их считают как мирных жителей, которые погибли. Вот так вот насчитывают. Они там 500 насчитали, что тоже преувеличенное число, но в любом случае вот эти вот числа, которые выдает Хамас, сколько там убитых, по их мнению. Это все, как минимум, нужно в 10 раз уменьшить настоящее число мирных жителей, которые убиты, еще часть из них убиты ракетами с Мухамаса и исламинского джихада, которые падают на территории Газы. Ну, как бы там ни было, вот говорится, что Давид действительно имел эту противорасположенность, и тем не менее, он был выбран следующим царем Израиля. Что говорит дальше Медраж, что смотри, говорит, он не просто будет убивать, как Исаф, он будет только с разрешения Сан-Хедрином вести войну, когда требуется. Так вот дальше рассказывается такая интересная история. Вот такой царь, его называют, ну, император римский, которого звали, ну, на иврите его назвали Диклитоенос. Обычно по-английски этого царя пишут Диокт-Клети. Вот, это был император Рима в свое время. Так вот, рассказывают, что он вроде был каким-то сначала простым свинопасом, и дети над ним иногда издевались, а потом, когда он стал императором, он решил отомстить евреям. И он приказал, чтобы Рэби, это не Рэби Гуданаси, это не тот, кто Мишну создал, не автор Мишны, а тот, кто был из его потомков, там, несколько людей, которых тоже звали Рэби Гуда, и тоже они были Несиим, они были тоже принцами, так сказать, главами Сен-Хэдмена, но это были следующие поколения. Внук, например, его праправнук, там, в общем, один из них был тогда лидером поколения, и он решил его подставить. Что он сделал? Он послал им послание, что ты должен явиться перед императором к воскресенью, а сказал, чтобы доставили это письмо перед самой субботой, или сразу после дохода солнца в пятницу, в общем, чтобы он не мог, не ломая субботу, появиться там. Но он такой расстроенный, да, что ему теперь делать? Его никак не пристать императором в другом городе, добраться туда за время, которое ему отведено после субботы. И в результате произошло чудо, ему удалось там попасть. И дальше опять этот император придумал разные способы его подставить, и опять каждый раз он спасался. И в конце император говорит, что я вижу, вам Бог делает чудеса, но почему вы, так сказать, издеваетесь над императором? Отвечает ему Раби Вуда Анаси, что мы, говорит, издевались над свинопасом, ну не мы, вот кто там из детей, они издевались над свинопасом, не над императором, теперь этот император, он когда-то был простой свинопас. но в результате заключает здесь мидраж, это все есть, в Иерусалимском Талмуде. Я когда-то рассказывал, что есть исследования нескольких людей, современных, в том числе ученых, в том числе в Германии, неевреев тоже, определенные параллели между Иерусалимским Талмудом и Брешит Раба, именно Брешит Раба, вот эта часть мидража, они очень похожи, очень много похожих из историй, вот это, кстати, одна из них, она есть в Иерусалимском Талмуде. Вот, так он в результате заключает здесь мидраж и, соответственно, это Иерусалимский Талмуд, что нельзя никогда, не знаешь, что будет с человеком, нельзя недооценивать людей, то есть, если ты думаешь, что какой-то ребенок, я там ему как-то, да, пошучу над ним, какой-то день он может стать великим вельможей или каким-то царем или каким-то важным человеком, и он тебе отомстит. Поэтому всегда вырастет, да, из простого римлянина вырастет когда-нибудь император. Будьте очень осторожны. Было, кстати, немало историй обратных, наоборот, что люди когда-то помогли какому-то мальчику, а потом этот мальчик спас еврейский народ в этом городе, допустим, да, когда стал каким-то великим человеком среди неевреев, он помнил ту доброту, которую ему когда-то сделал простой еврей, да, в какой-то ситуации. Таких историй гораздо больше, чем та история, которая здесь описана. Я как раз недавно читал историю про Англию, там какой-то очень важный лидер британского правительства всегда евреям помогал, и оказалось, что когда-то какой-то еврей ему очень помог, там где-то без шансов получить нормальное образование, еврей ему помог, и с тех пор он очень любил евреев. Поэтому, знаете, да, любой ребенок может когда-нибудь стать правителем. Теперь на слова, что выросли эти дети. Здесь медраж приводится, очень редкий случай, когда медраж имеет халахическое следствие, да, почти все медражи, которые мы читаем, они теоретические, объяснения какие-то, драши. А вот здесь это действительно Шухонарух цитирует, Рома это цитирует, а именно говорится, что если у человека ребенок достиг 13-летнего возраста, он теперь говорит Броху специальную Барухше Патрани Мьонше Шельзе. Благотворение Всевышнего, который освободил меня от наказания за этого. Большинство интерпретирует, что имеется в виду, что до сих пор ты был ответственен за воспитание ребенка, а теперь, да, Всевышний тебя освободил. Да, уже он взрослый, как бы, с 13 лет, он теперь сам за себя отвечает. Вот, и это приводит Рома, хотя многие делают это без имени Всевышнего, потому что есть все-таки диспуты, можно ли полагаться на Медраж, чтобы делать Брохи, раз там Мудрена не упоминает. И принято делать эту Броху именно вот при чтении Торы, когда вызывают во время Бармит своего мальчика к Торе, то тогда отец делает эту Броху. Известный Медраж к словам «Эке ваше шама в Рамбеколи», когда описывается в Торе, что Всевышний говорит «Ицхаку, не спускайся в Египет, останься здесь, в Герар, в земле филистимляна, это земля Израиля, и нельзя было выходить в Ицхаку за пределы земли Израиля». Он собирался в Египет, так же, как и его отец, Абрам, когда-то во время года пошел в Египет. Всевышний ему сказал «Оставайся здесь». И в том числе я сказал «Потому что я с собой сохраню союз, потому что Авраам слушал мой голос» и так далее. Где-то там «Митсвотай», «Хокотай», «Торотай». Разные выражения, да, что Авраам соблюдал заповеди. Какие заповеди? Еще же Тора не была дана. Только вот на это известная шита наших мудрецов, что Авраам уже соблюдал все заповеди еще до того, как они были даны. Чувствовал как-то, да, что правильно будет есть только кошены, да, какие животные не кошены. Он чувствовал, что они нечистые, что их порода не такая, что следует их принимать в пищу и тому подобное. То есть как-то он знал пророческим образом или от того, чтобы душа была настолько очищена, знал уже заповеди, которые будут потом даны. Так вот здесь из диспут приводится сколько лет было Аврааму, когда он познал Всевышнего, понял, что есть один бог, стал монотеистом. Один мудрец говорит, что ему было сорок восемь лет. А другое мнение решила Киша, что ему было три года. Наверное, многие слышали этот мудрец, что якобы Авраам уже в три года познал Всевышнего. Понял, что есть один бог, представляете? Откуда он берет эти три года? Он берет из слова Экев, потому что, да, из-за того, что соблюдал заповеди Авраам, Экев гематрия сто семьдесят два. Так Аврааму было сто семьдесят пять. Когда он умер, то значит сто семьдесят два года из этих сто семьдесят пяти он соблюдал заповеди. Но, как я сказал, первое, более, вроде, мнение рациональное, это что он был уже в зрелом возрасте. Видим, разница между ними в том, как именно познал Авраам Всевышнего. Авраам вам пишет, что Всевышний не то, что открылся Аврааму сразу, а Авраам философствовал и понимал, и догадался, что есть один бог, что не может быть, что есть много разных сил, что должна быть одна сила, которая над всем этим. А тогда, конечно, нужен определенный возраст, чтобы до такого дойти самому. А вот есть те, кто считает, что Аврааму просто открылся Всевышний и все. То есть это было как пророчество своего рода. И тогда это и в три года может произойти, тем более тогда люди взрослели быстрее, сегодня тоже бывают очень смышленные трехлетние. В общем, вот такой мидраж, он хорошо известен. Ну, вообще, когда Хазар говорит что-то про три года, они много чего говорят, что про разных людей, что уже в три года. Но бывает, что есть большие диспуты на этот счет или даже по ошибке переписчика. Я рассказывал пример, что то, что в некоторых версиях сказано, что три года была Ривке, когда она вышла замуж. Гражд считает, что это ошибка переписчика, не могло быть ей три года. Окей. Следующая история насчет того, как Ецхак, говорится, рыл разные Бейрод, да, колодцы. И называл их так же, как Аврагам. Там он вырывал, похоже, сначала те колодцы, которые когда-то закрыли филистимляне. Может, они утверждали, что это имеет оборонное значение. Или, как некоторые комментарии пишут, чтобы не было хазаки, как бы не было презумпции, что эта земля принадлежит Аврагаму, и поэтому не закрыли все его колодцы. Что ты не имеешь права здесь рыть ничего. Это не твоя земля. Ну, как бы там ни было, вот здесь диспут, сколько всего этих колодцев-то было. Вообще, в этом Аврагаме очень запутано как-то с колодцами. Вам не показалось, что сколько всего этих колодцев-то было? Есть мнение, что их было четыре. И как четыре лагеря в пустыне. А другие говорят, что было пять. Как пять книг Торы, пяти книжьи. Они даже описывают, какой калорий супротив какого. А, наконец, есть возможность, что их было всего семь. Хотя здесь не вижу пока этого мнения, но это в других местах приводится. Возможно, что Бершева имеет две коннотации разные. Слово швуа клятвы, а слово семь, седьмой колодец. Когда-то у Авраама было семь овец, которые использовались для союза современных. Здесь, может быть, это седьмой колодец тоже. Тут еще есть интересный очень вопрос. Говорится, что Медраж как будто не уверен, нашли они или не нашли воду в одном из колодцев. Ваём руло мацану маим. Так вот, вопрос опять же в том, что вроде в Торино бизнес, что они ему сказали, сказали Искаку, что мы нашли воду. В чём вообще вопрос? Почему Медраж не уверен, нашли или не нашли? И потом доказывает всё-таки, что нашли из другого стиха. Вот же сказано открыто. Они ему сказали, что нашли воду. Так один из комментариев здесь, Рашаш, я про него рассказывал когда-то в серии уроков о хронии к Талмуду. Рабишмуль Страшум. Очень важный мудрец, у которого комментарии есть и к Талмуду, и вот здесь к Медражу. Он говорит, что, может быть, они беспокоились о том, что, возможно, слово ло ламед вав можно понимать как ло ламед алеф. Ламед алеф значит нет. Ламед вав значит ему. То есть вместо того, чтобы читать стих «они сказали ему, мы нашли воду», можно прочесть вот так. «Они сказали, мы не нашли воду». Воемру ло мацану маем. То есть ло через алеф. Что ло через вав может значить как ло через алеф. А Равруль Маргулис идёт наш шаг дальше. Он говорит, что на самом деле это не просто вопрос, что можно ли ло через вав читать как ло через алеф, что может, наверное, здесь значить как нет. А имеется в виду, что действительно были манускрипты, которые хаза считали неправильными, но какие-то были ошибочные манускрипты, где стояла ламед алеф. Мне нашли воду. И действительно так вот в септуагинте, так называемом греческом переводе, там так и написано. Перевод, видимо, на базе какого-то ошибочного манускрипта. Есть подобные ошибки, не раз встречаются, где септуагинта переводит неправильно на базе ошибочных манускриптов. Только когда они перевели «Лом от Санумаи, мы не нашли воду», то хаза подчеркнули здесь, что это неправильный перевод, что именно мы нашли воду. И дальше из стихов так выглядит, что вода была. То есть во Йомруло они сказали ему, ламед вав, мы нашли воду. Очень интересное объяснение. Следующий бедраж к словам, что Исав женился в 40 лет. Разумеется, Хазаль видит определенную параллель, что Ицхак тоже, его отец тоже женился в 40 лет. И говорят, что Исав, он подобен свинье. В том смысле, что свинья – это единственное животное, единственная порода, у которой есть внешний знак кошерности, и тем временем она не кошерна. Есть другие животные, у которых внутренний знак не кошерен. То есть, например, верблюд, он не ест жвач, вернее, у них внутренний знак кошерный и внешний не кошерный. То есть видно сразу, что это не кошерное. Верблюд, например, у него копыта не развоены полностью, но жвачку он жует. Получается, что он как бы внутренний знак, который труднее проверить. Он кошерный, но внешний сразу не кошерный. Так что мы сразу знаем, что верблюд не кошерен. А вот со свиньей как раз точно сюда наоборот. Когда видишь ее копыта, то, что легче всего проверить, копыта у нее раздвоены, как положено. Значит, мы могли подумать, что она кошерная, но она не кошерная, потому что она не жует жвачку. Так вот, Эйсав сравнивается со свиньей, что он делает вид, что он такой кошерный, как бы протягивает свое копыто. Вот, мол, я какой кошерный, у меня раздвоенные копыта. А на самом деле он не кошерный. Внутри он не кошерный. Так почему они это здесь приводят? Потому что Ецхак женился 40 лет, и до этого ни с какой женщиной, конечно, не был. А вот Эйсав, он тоже женился 40 лет, но все это время, говорится, он насиловал женщин. Он был злодей. Так считают Хазаль. И поэтому, когда говорится, что он женился 40 лет, он просто делал вид, что он такой праведный, он женится, как Ецхак. Мой отец женился 40, я тоже женюсь 40. А на самом деле он все это время разных женщин имел, но потом он официально женился только в 40 лет. Да и то на местных жительницах канонейских, которым он там поменял имена, согласно Хазаль, специально, чтобы они выглядели, их имена более еврейскими, как бы. Но они все равно продолжали поклоняться Идовам. Хазаль говорит, что из-за этого потом и Ецхак стал слепнуть, и всякие, да, то, что говорится, что они невестки только приносили Гове, Ривке и Ецхаку, это потому, что они продолжали идолопоклонство свое, они чуть не изменились. Следующий отрыв, который я выбрал для вас, это насчет того, насколько все повезло Якову, как Всевышний сделал в точности, оркестрировал, чтобы ему удалось получить голосование. Здесь говорится, что когда он выходил, как раз зашел Исав после охоты, он как раз зашел, когда Яков выходил. То есть чуть-чуть раньше бы пришел Исав, и ничего бы не получилось. Так они говорят, что у них там дверь какая-то была, я не знаю, позже изобрели так называемый Rotating Door, да, вот когда в магазинах больших и тому подобное, там с одной стороны выходят, с другой заходят, да, она постоянно крутится. Вот. А здесь что-то похожее они, видимо, предлагают гораздо раньше этого изобретения, да, что говорят, что как-то там складывалась эта дверь, что один зашел, другой вышел. Как-то так. То есть в точности совпала, да, точная работа. Как раз Яков как раз вышел, когда Исав зашел. Или даже, может быть, он, когда открывал дверь, Яков, может быть, за дверью спрятался, тот прошел, он тогда выскочил как-то так. Последний отрыв, который я хотел бы вам прочесть, интересный. Это они обсуждают насчет того, говорит ли Амен на Броху, который делает этот поклонник. У нас халаха, что да, мы отвечаем Амен, и так постановляет Шухонарух, но там есть тоже детали. Некоторые говорят, что не обязаны отвечать. И есть, на самом деле, насчет Сака Шухонаруха, есть некоторые неуверенности. Это по мнению Рамбама он постановляет, но у него, может быть, была игра Гирса. У нас-то в трактате Брохот обсуждается в Талмуде. Игра считает, что всегда отвечаешь Амен на Броху, на Броху лидового поклонника. Но вот здесь, видимо, даже речь идет не о Брохе, в смысле Боруха Таашем, а просто о каком-то благословении, которое он дает людям, например, если он тебя благословил. Так же тоже отвечает Амен, когда кто-то тебе сказал, да будет у тебя здоровье, да будет у тебя все хорошо, пусть Вишня тебе поможет. Мы отвечаем Амен обычно. Амен значит имуна, вера, что да будет так. Это как бы, как печать на благословение или на хорошие слова. Так вот здесь говорится так. Миварехаха Борух, да, тот, кто тебя благословляет, будет благословлен. Мы учили, что если идол поклонник делает Броху, мы отвечаем Амен. А вот если он именем Всевышнего делает Броху, не говорим Амен. А Раби Танхума говорит, что если благословляет тебя идол поклонник, то всегда отвечаем Амен. Потому что сказано, Борух Тиеми Коля Амим, ты будешь благословлен, благословлен от всех народов. Однажды какой-то идол поклонник увидел Раби Ишмаэля и благословил его. Тот говорит, про тебя уже все сказано. Другой идол поклонник проклял его, он говорит, и про тебя все сказано. Так его спросили ученики, почему ты одно и то же ответил тому, кто тебя благословил, тому, кто тебя проклял. Он говорит, то, что уже сказано в Торе, тот, кто тебя благословляет, будет благословлен. Он, только тебя будет проклинать, будет сам проклят. Так что про них у обоих все сказано. Тот у меня благословил, будет благословлен. А тот у меня проклял, будет проклят. Ну и в самом конце главы, конечно, описывается, как Иса в результате женился на дочке Ишмаэля. И так ее назвали Махлат. Это, видимо, своего рода тоже был ее переход, что ли, в иудаизм, в анатеизм в каком-то степени. Что она поменяла, поменялось ее имя. Но вот в том числе Хазальдаршин здесь и в других местах мы, наверное, слышали, что когда человек женится, ему прощаются его грехи. То есть Махла до слова Михила, прощения. То, что Исаф женился, даже Исаф. Отсюда учится, что человеку прощаются грехи, когда он женится. Поэтому, кстати, обычай поститься в день свадьбы, вы знаете, на базе этого Медраша. И на этом я на сегодня закончу. Если вам нравится это видео, пожалуйста, жмите лайк и, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok